Ребятки, как я и обещала, продолжаем с вами делать обзор. Кстати, на то же самое видео, только уже не у Коли, а у Самвела на канале. Ребят, как же я ошиблась, когда вот только в прошлом обзоре сказала, что у Коли было интересней. Я посмотрела самое начало у Самвела и дальше не стала смотреть. Так вот, ребятки, досмотрела до конца, а там, там трэш. Поехали, обсудим это дело. За столом Самвел у себя на канале показал уже десерт. Сладкий стол. Света приготовила сладкий чизкейк, достали варенье из клубники. Ребят, и это всё, шупечка, благополучно, вместе со всеми гостями, хомячила на все свои 16 изгнивших зубов. Итак, что услышала я новенького? Оказывается, вот ту скумбрию с краснодарским соусом, который готовила Надя. Помните, всех мы вчера с вами рассуждали? Мёд, сахар, краснодарский соус. Мамке это ни-ни, нельзя. И Самвел пальчиком махал, грозил и говорил, нет, мама, ни в коем случае. А она психовала, раздражалась. Хоть цебу леночку попробовать. Нет, нет и нет. И что сегодня? Всё-таки ела она и вчера эту скумбрию с мёдом и соусом. И сегодня она дома кусок съела. И в гостях, ребята, не побрезгивала и не обошла эту сладкую рыбу стороной. За столом ела, как все остальные домочадцы. И вот новое. Чизкейк. Сладкий пирог. Тортиком его, ну, трудно мне назвать. Для меня это творожный пирог. И Самвел под свои хихикалки передаёт маме собственной рукой лоток большой с клубничным вареньем. Что же ты творишь, Самвел? Что же ты творишь? Сам протягиваешь руку с вареньем своей матери. Высмеиваешь её, как бы, как бы, хе-хе-хе. Но это всего лишь звуки. А в действии что вы делаете? Мамка благополучно и Леонти мне полила. Камеру Самвел перевёл на свою тарелочку. Но потом, впоследствии, конечно же, было всё видно. На огромном куске чизкейка в тарелке у Васильевны было полито это варенье с ягодами большими. И сидела она это, намынала все за обе щёки. Помним все, приехала без таблеток. Что будет дальше происходить? Надо ли уже разбирать, что-то объяснять? Мы теряемся все в догадках. Мы переживаем. Ну, громкое слово мы, не знаю, как вы, ребят. Для меня она какая не есть, можете критиковать хоть что угодно и как угодно. Но старый больной человек, и чисто по-человечески, если подходить, жалко. Просто когда человек болеет, любой человек, когда болеет, любое вообще живое существо, когда болеет, мне, ну, чрезвычайно жаль. Хочется как-то помочь, облегчить симптоматику. И что же вы творите? Вы её просто, ну, убиваете вот этой вот едой запрещенной. Ладно бы ещё были таблетки какие-то с собой. Ничегошеньки же не взяла. Следующий этап. Сидят в зале, рубятся в карты. Знаем все, что картежники заядлые. Почему-то у них это самое главное развлечение. Вот так семья проводит досуг. Ну, семья имеется в виду, все вместе с кланом Адамян. Ой, ну мамка ведёт себя отвратительно. Хабалка базарная, по-другому сказать не могу. Да, это звучит как оскорбление, но я не могу подобрать других слов. Леонтьевна, что-то там рот открыла, я не расслышала. Я пыталась назад вернуть ещё 3-4 раза. Ни одного звука от Леонтьевны я не услышала. Но зато чётко услышала, как ответила мамка в сторону Леонтьевны. А вам вообще надо рот закрыть, сидеть и мовчать. Ребят, цитирую слово в слово. Вам вообще надо рот закрыть, сидеть и мовчать. Идти-ка наблюдать. Нормально вообще? Ты кто такая? Хочется спросить эту бабусю, зажравшуюсь. Ты вообще кто? Кто в этой семье, в этом доме? Ты не забыла, что ты в чужом доме находишься? Ты по какому праву закрываешь рот Ольге Леонтьевне, домочадцу этого дома, хозяйке этого дома? Ну, я их всех считаю хозяевами, потому что вы сейчас будете нападки свои писать, что там хозяин Андрей со Светой. Все, кто проживают в этом доме, ну, они являются, да, владельцами, хозяевами этой усадьбы, этого дома. По какому праву чужой человек приезжает в дом и затыкает рот прямым текстом, без стеснения? Вы вообще должны молчать и только наблюдать. Сидя на своем диване, бедная Леонтьевна за своим столом не имеет права голоса. По мнению Шубички, вы вот, мои зрители, считаете это нормальным, кто сильно вот защищает, что ей все можно, она ничего не понимает. Да, где-то есть какие-то отклонения, я тоже с этим соглашаюсь. Ребят, ну это элементарное хабальство и хамство. Ну это наглость и хамство, это отвратительное поведение. Как они общаются за столом? Вот сын и мать, вот сейчас, опять и снова, да, буду обращаться к Самвеллу. Увидит, не увидит, это второй вопрос. Но непосредственно к Самвеллу. Вот как вы ведете диалог? Вы же не друзья, не приятели, пусть даже чужие люди, но одного возраста. Вы мать и сын. Херами друг друга кроют, а нахера? А то битры хера вместе, это мама отвечает. А я не знаю, как там в твоей кукурузе. Замечательно. Какие высокие отношения, Самвелл. И ты все это снимаешь, показываешь. Да, неприятно потом тебе читать эти отзывы, эти комменты. Но как вы себя ведете? Разве это допустимо? Вот так с мамой разговаривать? Мама не стесняется. Ребята, опять орет. Просто звон стоит от ее голоса в этом зале. Кричит и кричит. Орет и орет. Никого не слышно, кроме нее. После игры, что-то там Коля ушел к маме на кухню. Леонтьевна села за стол. И Васильевна рассказывает про свою стрижку. Сделал Сева маме комплимент, что так хорошо тебе постригли. Я считаю, очень плохо постригли. Мне не понравилось. Или может быть, зачесалась она вот некрасиво. Если бы как-то по-другому причесать. Видим все, лицо злое у нее, перекошенное. И мне кажется, Севка, чтобы сгладить какие-то углы, чтобы сейчас она не перегнула палку в чужом доме, он где-то уже начинает понимать, что ее поведение недопустимо. И делает ей даже замечание, что это неприлично так разговаривать. Мама некультурно, неприлично так себя вести. Чтобы сгладить вот эту ситуацию, он делает ей комплимент про прическу. Тебе хорошо, тебе идет. Да, ну да. И здесь она перепрыгивает, рассказывает, какая она красавица, как ей красиво. И сразу же сравнивает себя с Ольгой Леонтьевной. От, Самвелка, у мене тут лысина видно. Не, не, мама, ничего не видно. Тебе так хорошо, такая стрижка, так хорошо постригли. А я бачила в том, якомсь видео, что трохи було, у мене булы жирни волосы, була лысина видно. Он, як у Леонтьевны, мне и грязни волосы. Я ж младше носки к ней. Обязательно подчеркнет, что она младше Леонтьевны. Все косы в ней повыпадал и лысая практически сидит. Ну, конечно же. И акцентируем теперь все вместе внимание на Леонтьевну. Самвел поддерживает маму, вступает с ней в одну команду и давай добивать методично Леонтьевну. Кстати, которой совсем по барабану их вот эти вот нападки. Она умница. Я ей очень завидую с ее характером. Флегматичным. Правильная позиция у женщины. Буду учиться теперь, ребята, у Леонтьевны. Ну, вот правда, замечательная бабуся. Леонтьевна, чего вы голову не помыли? Чего вы сидите с грязными волосами? Это уже задает вопрос Самвел Ольге Леонтьевне. Значит, ты, Самвел, считаешь, что мамка твоя ведет себя не цивилизованно, не культурно, неприлично. А сам-то ты как себя ведешь? Это прилично? Ты не забыл, что Леонтьевна вообще-то женщина? Женщина в возрасте. По какому праву ты сейчас вот так ее опускаешь? Ну, вот зачем ты это делаешь? Опять сравнительную характеристику с мамой? Какая твоя мама сейчас сидит красавица при прическе и укладке, а Ольга Леонтьевна с немытой головой? Ребят, я уверена, что большинству зрителей вообще плевать, как сейчас выглядит Леонтьевна. Эмоции этот человек вызывает только положительные. Вот она настолько положительный человек, смеется зажигательно, очень приятное лицо, приятная улыбка. Пришла Света, говорит, у вас еще мозги не болят, Татьяна Васильевна, от этих карт? Не-не, Свет, у нее ничего не болит, у нее все нормально. И начинает беседовать Васильевна со Светой. Что-то там Самвел с Леонтьевной хихикают. Та позакрывай ты рты, та хватай, да е ты даже побалакать с человеком. И это опять цитаты Васильевны. Бессовестная, еще раз повторю, бессовестная бабуся. Закройте всем рты, она вещает. Вот если она разговаривает, никто не имеет права что-то там с собой, между кем-то, да, вести какой-то диалог. Никто не имеет права. Вы ей, видите ли, помешали. Все выйдите из дома, позакрывайте свои рты, молчите. Она разговаривает, королевишна сюда приехала. Субтитры сделал DimaTorzok